Такого долгого перерыва между рейсами за более чем трёхлетнюю практику водитель Иван Мартынов не припомнит. Утром рассказывает, как обычно отогнал маршрутку на техосмотр, сам прошёл врача. Получил разрешение на выезд. Не успел проехать и был маршрута, как вернулся на конечную остановку. Поддержать коллег, которые отказались выходить на линию. Больше ничего другого не остаётся делать, как сделать данный жест, который мы сделали, чтобы нас услышали просто-напросто. И помогли. Но нам не дают спокойно работать. То есть незаконный перевозчик. Заказной. С так называемыми нелегалами водители 48-го официального городского маршрута, говорят, воюют уже не первый год. Но теперь конфликт дошёл до точки кипения. На линию вышел новый перевозчик с номером 84. Он едет так же, как и 48-й. Владелец маршрута тот же, что и 88-го давнего конкурента легального городского перевозчика. Не дают нам работать. Они создают аварийные ситуации. Чтобы избежать аварийных ситуаций, перевозки пассажиров, мы решили не ехать просто сегодня. Правда, избежать провокаций не удалось. Едва мы на 100 метров отъехали от остановки. Авария. На пересечении улиц Рогожникова и Савченко столкнулись 48-я и 84-я маршрутки. Кто виноват в ДТП, предстоит разбираться с сотрудником госавтоинспекции. Через несколько минут на место приехала заместитель гендиректора компании-перевозчика 88-й и 84-й маршруток Наталья Григорян. Женщина долго беседовала с кем-то по телефону, потом всё же уделила время нам. Она рассказала, что нападки на неё со стороны 48-го маршрута идут давно, но почему – не понимает. Работает легально, лицензия есть. Её фирма занимается заказными перевозками. Сейчас фрахтователь – фирма, выпускающая полиграфическую продукцию. Её, собственно, и продают водителям. Этакий киоск на колёсах. Направление движения у нас определяет фрахтователь. Мы не мешаем 48-му маршруту. Вы пассажиров перевозите? Мы возим покупателей полиграфической продукции. Право проезда в наших транспортных средствах в соответствии с документацией, договором фрахтования являются покупатели полиграфической продукции. Мы решили проверить. Снимаем на мобильный телефон. Вот остановка на Тухачевском рынке. Подъезжает 88-я маршрутка. Я захожу внутрь, сажусь на свободное место. Проезжаю несколько остановок, собираюсь выйти. Никакой полиграфической продукции мне не предложили. Как, впрочем, и другим пассажирам. Обычная маршрутка, только стоимость проезда меньше. Не 23, а 20 рублей. На остановке, пожалуйста. Спасибо. Один. Спасибо. В причинах появления киосков на колёсах разбирается теперь окружное управление РОСТ-транстанцора. Они вышли на линию и проверили несколько таких маршруток. Была создана сегодня группа. В течение трёх часов на маршруте указанном было только два автобуса 84-го маршрута. В данном случае два автобуса эти были проверены. Выявлены были административные нарушения. Составлены протоколы. Дальше водители будут привлечены к ответственности. Работа будет продолжена. С забастовкой 48-го маршрута разбираться предстоит администрации краевого центра. Именно она выдавала разрешение на перевозки и маршрут. Но за борьбу с нелегалами официальный перевозчик может пострадать. За срыв работы у него могут отобрать лицензию. К обеду руководству компании-перевозчиков всё же удалось уговорить водителей выйти на линию. Но на этом история вряд ли закончится. Маршрутчики пообещали, что если на их проблему не обратят внимание, акции повторятся и станут более масштабными. Уже завтра, несмотря на санкции, могут стать ещё два маршрута. Мы будем следить за развитием ситуации. Ну а проехать зайцем не удалось. Кире Рогожиной и Александру Бородину. Ставропольское телевидение.